От героев былых времен Это вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним В Европе Вторая мировая война практически уже не вспоминается. Достаточно сказать, что в Бельгии дата 8 мая и 9 мая – это давно обычные рабочие дни. Но пока существуем в Европе мы, где бы мы ни жили, мы будем помнить и стараться отдать дань уважения нашим защитникам. Как, например, это делает Георгий Кузнецов, пресс-атташе российского посольства в Бельгии. Уже несколько лет в свободное от государственных дел время Георгий занимается восстановлением могил и имен советских солдат, похороненных на территории Бельгии. С Георгием Кузнецовым мы встретились в посольстве Российской Федерации. В 2010 году Российское посольство присоединилось к программе поиска могил и восстановлению имен погибших солдат за рубежом. Вся имеющаяся на сегодняшний день информация находится на сайте посольства. Осуществлением этого проекта уже третий год и занимается Георгий. И то, что вначале было рабочим заданием, уже давно превратилось в личное дело. На сайте посольства еще в 2010 году был запущен специальный раздел, посвященный воинским захоронениям. Это такая, если хотите, электронная карта всех советских воинских захоронений на территории Бельгии. Мы начали с того, что нашли в базе данных Министерства иностранных дел и в Министерство обороны России различные архивные документы, которые касались списков тех советских граждан, которые волей судеб оказались на территории Бельгии и были здесь захоронены. Список оказался очень большим, к нашему удивлению, потому что на 2010 год в наших аналогах было порядка 20 с небольшим мест захоронения советских граждан здесь, в Бельгии. И мы начали полномерную работу по выяснению обстоятельств, связанных с другими географическими названиями, которые мы нашли в тех источниках, которые попали к нам в руки. Это был список МИД Бельгии, который был направлен еще в начале 50-х годов в советской стороне. И также был найден нами список Красного Креста, датированный 1948 годом, в котором был достаточно подробно приведен список тех советских граждан, которые по имевшейся тогда информации могли быть захоронены на территории Бельгии. С учетом того, что в наших списках далеко не все географические названия фигурировали, мы начали полномерно контактировать с бельгийскими коммунами. Было направлено более 40 запросов адресных, конкретных вопросов бельгийцы не очень любят, когда им задают широкие, такие, знаете, расплывчатые вопросы. Мы били по конкретике, спрашивали, есть ли у вас могила таких-то, таких-то в таком поселенном пункте. И, знаете, достаточно быстро мы начали получать ответы. И, как правило, ответы были положительными. Соответственно, наши дипломаты, наши военные, которые аккредитованы здесь при НАТО, при структуре Евросоюза, наши дипломаты из всех трех миссий, которые аккредитованы в Бюсселе, мы начали постепенно заниматься этой работой, потому что сейчас в нашем списке уже больше 45 мест захоронения. Соответственно, за три года было найдено десятки могил, десятки мест захоронения. Проблема в том, что многие эти могилы находятся в достаточно плачевном состоянии. Надо отметить, что бельгийцы, если они знают, что в той или иной могиле захоронены останки военнопленных, партизан, они неизменно, очень с большой любовью, с трепетом относятся к этим военнопленным захоронениям. Они имеют определенный статус, они защищаются законом. Однако в тех случаях, когда бельгийские власти не были в курсе, что в данных могилах покоятся останки, допустим, советских граждан, бывших военнопленных или борцов сопротивления, соответственно, это было несколько по-иному. И зачастую мы находили некоторые могилы в весьма плачевном состоянии. Среди тех десятков могил, которые мы находили, бывали случаи, когда мы обнаруживали и имена. Немцы были люди дотошные, они ввели для каждого военнопленного карточки военнопленного, в которых достаточно подробная информация содержалась. И благодаря этой информации удалось найти, установить не только имена тех, кто был захоронен, но также и связаться с родственниками. В частности, у нас был случай, когда мы сделали телемост между Брюсселем и Владикавказом. Люди из Северной Осетии нашли своего отца здесь, было море эмоций, слезы в прямом эфире. Это всегда очень трогательно. И это то, ради чего мы работаем на самом деле. Мы работаем не для галочки, не для того, чтобы сам к себе рос список, чтобы количество имен, которые мы знаем, наши граждане, три года назад это было 200, где-то 50 человек, сейчас больше 300 имен, фамилий. Это не наша самоцель. Самоцель это тем, чтобы найти родственников, близких, тех, кто отдал свои жизни за свободу народа Европы. Сейчас мы проводим интересную тоже акцию. Дело в том, что на многих местах захоронений имена указаны на пламанском, на французском языке, зачастую с большим количеством ошибок, очень редко это соответствует правде. И мы начали постепенно поднимать архивы и проверять, сделать сверху, если вы хотите назвать это, да, наверное, как сверху имен, устанавливать подлинные имена людей. А учитывая, что на большинстве могил уже стоят памятники, и это тоже часть культурного и исторического наследия, мы решили пойти по такому неординарному пути, запустили акцию «Возвращаем имена». Мы устанавливаем специальные именные таблички с полным наименованием и фамилией, именем, отчеством человека, но ставим это как бы рядом с основным надгробием, так, чтобы не мешать общему комплексу. И, вы знаете, тоже пошли отклики на это. Мы в прошлом году установили таких табличек около десятка. В этом году у нас на очереди еще Зольдер. В Ахландрии четыре имени удалось отыскать, и в том числе нашли родственников одного из тех, кто был захоронен. Петр Сумков, военврач третьего ранга. Оказалось, что у него было трое детей, все трое живы, все трое невероятно счастливы и тронуты были, что не поступила весточка из Бельгии, и было найдено захоронение их отца, который они считали пропавшим без вести. Так что это достаточно интересная работа, и главное, что она приносит свои плоды на конкретные совершенно. Действительно, на территории Бельгии никогда не было регулярных советских частей, и у многих наших сограждан возникает вопрос, откуда здесь вообще появились советские люди. Дело в том, что достаточно большое количество наших сограждан попадал в плен к немцам. Это общеизвестный факт, пленных были миллионы, их направляли на работы, на работы в трудовые лагеря. В том числе эти лагеря находились и на территории тех стран, которые были захвачены немцами во время Второй мировой войны. Так, в Бельгию, по имеющейся информации, было направлено порядка 20 тысяч советских военнопленных. Они работали на возведении различных объектов, промышленности, в угольной промышленности очень много. И, соответственно, часть захоронений, которые мы здесь имеем, это захоронения тех самых военнопленных. Что касается другой части захоронений, о которых я говорил, я говорил о партизанах. Действительно, закономерный вопрос возникает, откуда здесь партизаны, если не было ни линии фронта советской, ни германской, не было регулярных частей. Дело в том, что часть из военнопленных, которые сюда попадали, среди них было немало профессиональных военных, соответственно, имеющих определенный боевой опыт в фронтах. У них получалось сбежать здесь. И после того, как они бежали из плена, учитывая, что они оказывались в совершенно чужой стране, в стране, языка которого они не знали, они пытались подвластными методами вести борьбу с немецкими захватчиками, группируясь в небольшие отряды. Зачастую эти отряды координировали свои действия с отрядами бельгийского сопротивления. В результате действовало достаточно большое количество небольших отрядиков советских, практически по всей территории Бельгии, в основном в Болонии. Что касается крупных частей, вы знаете, к сентябрю 1944 года на территории от Мас Мехилина до Диста действовала большая партизанская бригада, которая называлась «За Родину». Есть даже отдельная книжка, которая посвящена этому эпизоду истории, достаточно забытому и малоизученному, наверное. И в эту бригаду входило 450 советских партизан вооруженных. Когда сюда пришли американцы и увидели эту мощь, такое количество людей, готовых сражаться на стороне союзников, они были просто ошеломлены. Наши партизаны принимали участие в освобождении Антверпена, в освобождении Брюсселя, в боях в Орденах. И многие потом из них получили и бельгийские награды. Кто-то потом, после того, как прошли через сито фильтрационных лагерей в Советском Союзе, это, наверное, была необходимая мера, жестокая, но необходимая. Многие были отмечены и советскими государственными наградами. И на наш этот порыв откликнулись в том числе наши соотечественники, которые проживают здесь, в Бельгии. Мы благодарны нашим организациям, которые базируются, например, в Ильеже. Очень много сделали в цитадере Ильеже. Мы благодарны нашим соотечественникам и в Афландрии, например, ассоциации «Восход», которая за свои средства отремонтировала одну из могил нашего партизана. К нам присоединились поисковики. Поисковики не только бельгийские, что тоже было очень приятно. Поисковики из Франции, из Прибалтики, из Германии, из России. Люди совершенно бескорыстно искали в архивах новую информацию, присылали нам фотографии, присылали ту информацию, которая у них была, нам удалось и обнаружить, и провести церемонии. И зачастую даже отливание на могилах, потому что мы подозреваем, что в те страшные годы не до этого было. И мы благодарны нашей православной церкви, которая неизменно идет навстречу, всегда присылают батюшек. И 9 мая, когда у нас проходит такая большая церемония возложений, ближайшие 9 мая буквально на суток, в 45 местах по всей Бельгии практически в один момент, в 10 часов утра, будут проведены торжественные церемонии возложения венков, цветов сотрудниками российских загранучреждений, которые аккредитованы в Бельгии. Зачастую к ним присоединяются представители местных властей, представители ветеранских организаций, представители организаций наших соотечественников, представители нашей церкви. Сейчас очень многие в России спорят, а стоит ли возвращать название Сталинград. Мало кто знает, что в Брюсселе такая улица существует с 1948 года. Авеню Сталинград. Да, в Брюсселе есть авеню Сталинград, причем это решение было принято коммунальным советом в 1945 году. У нас есть документ, подписанный бургомистром города. Это письмо, которое он адресовал советскому послу, первому послу, который прибыл после окончания войны в Бельгию, уведомляющий о том, что народ Брюсселя, народ Бельгии, для того, чтобы ознаменовать героический подвиг советского народа, в Сталинградской битве принял решение переименовать одну из центральных улиц города в авеню Сталинград. И никто в Бельгии и в Брюсселе и не помышляет о том, чтобы переименовать ее во что-то другое. Чем не показать от того, что Сталинград – это скорее доблесть и мужество, не зря что-то постыдное и достойное того, чтобы быть стертым из нашей памяти. Мы находимся на кладбище городка Аню, где похоронен солдат Марков. Все, что о нем пока известно, это то, что он погиб 24 февраля 1945 года. Это одно из последних расследований Георгия. Я рассказываю историю вот этого кладбища. В одном из тех документов, первоисточников, которые мы нашли в 2010 году, назначилась Ганют – населенный полн. Соответственно, путем определенных перестановок мы поняли, что речь идет о городе, который находится в провинции Льеш, Аню. Ну, русское транскрибирование, получилась такая вот странная форма. И очень странное было имя – Мапкоб. Мапкоб. Что за Мапкоб? Ну, опять-таки, мы уже ничему не удивляемся, потому что видели и не такие варианты. Приехали на вот это кладбище в городе Аню. Действительно, оно есть, оно огромное. Обошли здесь с сотрудником моим все, что могли. Ничего похожего нет. Поехали в коммунную, подняли планы. Действительно, есть Мапкоб какой-то. Еще раз приехали, уже с могильщиком на место. Ходили-ходили. В результате среди могил я нашел крест, обычный деревянный крест. И маленькая такая табличка, изготовленная кустарным способом, которая неумелой рукой была выбита. Марков. По-русски марков. То есть, кто-то оставил, да, из товарищей. Оказалось, что это бывший военнопленный. Военнопленный, который погиб здесь, в Бельгии, повторив судьбу многих, к сожалению. И два года мы согласовывались с местными властями возможность установить новый памятник, восстановить эту могилу. И буквально неделю назад приняли работы. И сейчас вы будете первыми, кто, помимо сотрудников посольства, кто увидит то, по что мы превратили это захоронение. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон»